У творчим багажа гэтых музыкантов багатый опыт працы с зорками с усветного узровня и артыстами разных жанров. На гэтый раз их суседями по сцене станут юные таленты Гомеля. Подрыхтовка проекта «Разом» продолжится уже месяц. За гэтый час особные номеры и концертная программа в целом не раз переживали змены. И процесс гэтый протягивается. Работать с детьми, во-первых, интересно. Это благодарные работники, потому что они работают не за зарплату, а из интереса. Дети, когда осваиваются в репетициях, они начинают выдавать такое, что и не всем взрослым под силу. И тем это интереснее, потому что это исходит от детей. Продюсерскому центру «Артбис» 4 годы. Дети тут займаются с двух годов. Юные артысты упромают удел во всех значных конкурсах и телевизийных проектах республиканского масштаба. Была у детей и у меня, и у всего коллектива продюсерского центра такая мечта, чтобы состоялся концерт с настоящим эстрадным симфоническим оркестром, чтобы все поняли, что дети пойдут в живом звуке, чтобы рядом с ними стали абсолютно зрелые уже состоявшиеся солисты нашего оркестра. Даже самому маленькому удельнику концерта у всех от 3 годы. Со сцены будут гучать молодые белорусских композиторов, народные песни в сучасном выконании, а так само сусветные хиты на английской мове. Створены шерох новых аранжировок, которые гомельчане подшуют в першиню. Зрители могут поучаствовать в концерте. Их фотографии могут появляться во время концерта на экране. Для этого необходимо прислать свою фотографию, любимую, на сайт Гомельской областной филармонии. И мы разместим ее во время концерта, будет проектироваться на большой экран. До премьеры засталось и усягу некольки тыдня. У Яна отбудется пешего кострышника в громадской культурном центре. Символично, что концерт пройдет в Международный день музыки. Ганна Ковалева, Александр Токаров, телерадио-компания «Гомель».